Любимая Поддерживать тебя и вдохновлять Ты моя судьба И я тебя люблю Кира, Олег Объявляю вас мужем и женой Пусть любовь, пылающая в ваших сердцах Хранит ваш семейный очаг Будьте счастливы Ну что, горько? Горько! 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 Ребята, вы такие красивые Поздравляю Спасибо Поздравляю вас, мои хорошие Вы просто созданы друг для друга Береги ее Надежда, а незамужние подруги у вас есть? А как это такой достойный мужчина? И не женат? Да все как-то не складывается Всем же олигархов подавай Ничего Вы обязательно встретите свою судьбу И я вам в этом помогу Леночка, привет! Привет, дорогая Прости, спешу в налоговую, буду там до вечера Подожди, у тебя был голос такой взволнованный Что-то случилось? Давай после работы встретимся, поговорим, ладно? Хорошо, я закажу столик До вечера До вечера Вы что делаете? Вы что делаете? Вы что? Отпустите! Как видите, на первом этапе сеть кондитерских нашей фабрики будет состоять из десяти заведений Я что, все пропустила? Нет, главного кондитера еще не объявили А это кто? Виктор Орлов Новенький Говорят, учился в Ле Кордон-Блу Да ладно Потом расширимся по всей стране Петр Игоревич назовет кандидатуру главного технолога кондитера, который разработает уникальное меню для нашей сети На эту должность у меня две кандидатуры Это Виктор Орлов и Надежда Петрова Виктор Орлов Учился в Ле Кордон-Блу Работал в лучших кондитерских Парижа И принимал участие в профессиональных конкурсах во Франции Надежда Петрова Гордость нашей фабрики Ее свадебные торты заказывают даже в другие города Поздравляю, не победишь, я верю Спасибо На разработку меню у вас две недели Оценивает экспертная комиссия Но последнее слово все-таки за мной На сегодня все Желаю всем продуктивного рабочего дня Дамы и господа Коллеги Я попрошу вас задержаться Сегодня мой первый рабочий день И я приготовил для вас небольшой сюрприз Спасибо, что дали Наде шанс проявить себя Она очень талантливый кондитер Да, но я все-таки делаю ставку на Орлова Мне будет интересно проверить вашу Петрову в конкурентной борьбе Поверьте, Надя сумеет вас удивить А это мы через две недели посмотрим Да, и еще сегодня К вам приедет дочь моего товарища Будет у вашей Петровой заказывать свадебный торт Я прошу, чтобы все было по высшему разряду Можете не волноваться Это мой фирменный рецепт Приготовил специально по случаю нашего знакомства Я вас прошу, подходите ближе, не стесняйтесь Слушайте, так давайте я помогу торт нарезать Да, спасибо большое Это вам Тебе Мы здесь все большая семья Даже соперничаем Как мило Договорились? Вкус очень оригинальный Результат долгих разработок Торт просто бомба Поделитесь рецептом Нежный бисквит За добавлением сливочного сыра Лайма Кофе Еще три Секретных ингредиента Брусника и апельсиновый сок? Боюсь, вы не угадали Корица и молочный шоколад Снова нет Люба теперь до утра не заснет Вы знаете, жюри международных конкурсов До сих пор присылают мне свои варианты Но никто так и не попал в цель Соленая карамель Два остальных и обязательно угадал Как всегда Я видел, что ты опаздываешь И оставил тебе кусочек Спасибо А что за пир? Ну, это подарок от нового кондитера Он теперь будет соревноваться с Надей За звание главного технолога Я... Да Я, наверное, пойду Спасибо Кардамон? Первый заказ Если будет нужна помощь техника, обращайся Разберусь Надюш, ты обязательно выбрешь конкурс И станешь главным кондитером А потом откроешь свою кондитерскую, о которой так мечтала Спасибо, буду стараться Как красиво У меня снова проблемы на личном фронте Что на этот раз? Боря на свидание пригласила Ну? А потом Валера объявился И жаждет встречи Опять? Ты забыла, что он исчез Перед твоим днем рождения? У него была срочная командировка Да? На три месяца без звонков? Вер, не обижайся, конечно Но ты никогда у него не будешь на первом месте Он такой притягательный мужчина Боря ответственный и порядочный А Валера твой самовлюбленный эгоист А может мне пойти на свидание сразу с двумя? Ну, а вдруг Валера изменилась? Василькина, подумай Ничего такого не случится, если я схожу на свидание с обоими Я не могу тебе этого запретить Ну, хочешь, иди Дамы, а вы не хотите посплетничать где-то в другом месте? Здесь вообще-то люди работают У нас в коллективе свои правила Перемывать косточки мужчинам, пока все остальные трудятся Искать свою любовь С помощью Надь Любопытно То есть ты не только кондитер Ты еще и купидон Надя, она у нас местная сваха Сваха? Да ладно Да, я помогаю людям найти друг друга А что здесь такого? Да ничего, просто я думал, ты профессионал, а ты, оказывается, аферистка и сводница Аферистка? Ну, конечно Ты, вон, учишь Василькину одновременно крутить с двумя мужчинами Аферистка, это еще мягко сказано Надя не аферистка Она объединяет одинокие сердца Вот, смотрите И что я должен здесь увидеть? Счастливая пара Их всех познакомила Надя И меня она тоже замуж вытащит Боюсь, у вас мало шансов Никто не любит обмальчиться С таким характером, как у вас Вам будет сложно ужиться в нашем коллективе Василькина, этот коллектив ждут большие перемены С завтрашнего дня вы поступаете работать под мое начало Что? Решение Клил Степановича Завтра в 7 утра я жду вас на рабочем месте У нас рабочий день начинается с 8 А в моей команде с 7 Я попрошу всяких свах Не отвлекать вас на глупости Ну что, выбрали? Не могу выбрать, малиновый или мятногрушевый Егор, что скажешь? Простите, дорогая, надо по работе списаться Выбери сама Свадьба пройдет в старинном замке Папа хочет покрасоваться перед друзьями А я не хочу его расстраивать Все-таки свадебный подарок А какую свадьбу хотели бы вы? А я? Скромную, на берегу И чтобы только мы И самые близкие И чтобы играла музыка Моего любимого композитора Егор, а какой Кристина Любимый композитор? К чему этот вопрос? Ну, хочется побольше узнать о вашей невесте Помочь выбрать свадебный торт Егор, ты что, не запомнил? Прости, нет А сколько ребятишек в музыкальном классе у Кристины? Я что, на допросе? Егор, в моем классе пять мальчиков и восемь девочек На вашу свадьбу будут подавать любимые блюда Кристины Назовете? Я не обязан перед вами отчитываться Ясно? Знаете, что интересно? Я видела тысячу молодоженов У них у всех горят глаза А у вас нет Скажите честно Вы женитесь на Кристине ради денег ее отца? Что вы себе позволяете, а? Так, Кристина, мне что-то не нравится Так, идите, а что? Пойдем в другое место И что за работа там такая важная у вас в телефоне? Вот там у вас глаз очень горел Егор, покажи телефон Ты кому больше не ешь, еле мне? Что за детский сад, Кристина? Субленок, встретимся завтра в 15.00 Жду тебя, моя зажигалка Кристина Свадьбы Не будет Черт, ты что делаешь? Ты понимаешь, сколько оно стоит? Теперь этот срок не сойдет Кристина! Ты должна была всего лишь принять заказ Жених чуть не развалил мой кабинет Ну, парень лишился золотой жилы Его можно понять? Хватит ерничать Как я все это буду объяснять Петру Игоревичу? Ну, я должна была спасти Кристину Ценой своей карьеры Ты понимаешь, что тебя могут отстранить От участия в конкурсе Ладно Я готова сама отказаться И тогда ни у кого не будет проблем Люди всегда будут для меня на первом месте Люди, люди Ладно Я все улажу Петрова Доведешь до инфаркта будущего отца Отца? Вы с женой ждете ребенка? Кирилл Степанович, как я за вас рада Девочка Решили назвать Надежда В твою честь Прелесть Я думал, жизнь прошла Ты познакомила меня с Жанночкой Кирилл Степанович, можно я пойду работать? Там просто очень важный заказ А, ну да, иди, иди И передай в кондитерский цех Пускай принесут что-нибудь сладенькое Не нужно стресс заезд Я ему так верила А он обо мне даже ничего не знает Вы добрая, открытая Он просто этим воспользовался Как найти любовь, если мы Влюбляемся в иллюзии? Я познакомлю вас с очень достойным мужчиной Вы шутите? Какие знакомства? Сегодня худший день моей мамы Нет, сегодня лучший день в вашей жизни Вы только что избавились от Альфонса Который наверняка испортил бы вам жизнь Доверьтесь мне Я все-таки в ответе за тех, кому сорвала свадьбу Привет Лен, ты чего на звонке мне отвечаешь? С сим-картой что-то случилось Здрасте Это Лена, моя подруга А это Кристина Будем схватать ее за Мишу А вот и Миша Здравствуйте 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 Как искренне и глубоко. Да, Миша талантливый музыкант. Его даже приглашали в Европу. Но после смерти жены он все оставил ради дочери. Я на секундочку. Никогда мне больше не звони. Нет, нам не о чем с тобой разговаривать. Увижу возле своего дома, вызову полицию. Все в порядке. Ошиблись номером. Спасибо. Привет, привет. Привет. Добрый вечер. Добрый. Это Кристина. Давно не слышала такого исполнения. Спасибо. Кристина тоже музыкант. Училась в Лондоне, в Королевском музыкальном колледже. О, я заинтригован. Сыграете что-нибудь для нас? Ой, вы знаете, я давно не играю на публике, только для учеников. Жаль. Может, вы сыграете вместе? Отличная идея. Сыграем? Я поддержу. Как вам удалось толкнуть меня на это безумство? Музыка. Вот безумство. Ну? Вы знаете, я так волнуюсь, что мне кажется, я все забыла. Не волнуйтесь, я рядом. Музыка. 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 Не перестаю удивляться, как тонко ты чувствуешь людей. Но разница в статусе не даст им быть вместе. Не думаю. Кристине не нужен большой кошелек. Но ты права. Я действительно могу подобрать идеальную пару. Ну, а дальше все зависит от них. Да, это всегда работа двоих. Так, Лен. Давай уже рассказывай, что у тебя случилось, ты весь вечер как на иголках. Жена Эдика про нас узнала. Сегодня подослала Громила, они меня угрожали. Боже, ты в порядке? Да. Лен, надо заявить в полицию. Не надо. Я рассказала Эдику, он мне не поверил. Сказала, что жена на такое не способна. То есть он все-таки выбрал ее? Нет, он еще думает. Но я все решила. Это конец. Лен, я постараюсь подобрать тебе идеального мужчину. Достойного. Просто дай мне время. Мне нужен достойный и обеспеченный. А такой на сайте знакомств не регистрируется. Запросы у тебя что надо? Другого полюбить я не смогу. Это комплимент от соседнего столика. Спасибо. Не надо. Спасибо. Ну, нужно жить дальше. Мне время лить слезы. Андрюш, тебе какие больше нравятся? Ну, вот этот. Ну, я не могу вообще не поехать. Может, ты не поедешь в горы? Ну, ты не так давно занимаешься альпинизмом. Я волнуюсь. Куколка. Все будет хорошо. Ну, там же инструктор и ребята будут. Ну, хочешь, я могу вообще не поехать. Нет, нет. Просто будь осторожен, ладно? Ладно. У меня самая мудрая невеста. Позвольте пригласить вас на танец. Я и танцую. А я вас научу. Девушка вон с этим столиком будет рада вашему обществу. Ты что с ума сошла ему отказывать? Уже больше года прошло после того, как Андрей... Да, ну я живу дальше. Ты строишь счастье других, а о своем забываешь. Ладно, дело твое. Я пошла. Ты уже уходишь? Да, мой кавалер пригласил меня на прогулку. Работает в министерстве. Ну, все, давай. Подожди. Береги себя, ладно? Ой, да ладно. Привет, Сосновский. А я думала, ты со мной уже не разговариваешь. От тебя нелегко отделаться, Петрова. Если решишь сделать кого-то счастливым, то идешь до конца. Как прошел вечер? Кристина волшебная. Это бабушка? Нет, Надя. Дай мне. Аля. Ну дай. Аля настоятельно требует аудиенции. Привет. Привет, крошка. Ну что, как дела? Как Вадик из пятого Б? С Вадиком все хорошо. Но мне кажется, наши отношения не развиваются. Что делать? Какой еще Вадик? Папа, у тебя сейчас яичница подгорит. Ну вот, он уже вторую неделю носит мой портфель, а в кино не приглашает. Что делать? Слушай, ну пригласи его первое. Ну может он просто боится сделать первый шаг. Твой папа, между прочим, полгода решал сама мог пригласить на прогулку. Ну, пока она сама все не сделала в свои руки. Это вариант. Так, а ну отдай сюда. Так, бегом. Ешь и собирайся в школу. Опоздаем. Ты уже мою дочь замуж выдаешь? Да, работа с вашей семьей у меня проходит по индивидуальному графику. Миш, а если серьезно? А если серьезно, я пригласил Кристину на свидание, но хочу его отменить. Почему? Не могу предать Марину. Миш, жить дальше это не предательство. Это выбор. Надя, Надя, я тебя везде ищу. Слушай, ты сияешь, как новогодняя елка. Влюбилась. Во вчерашнего кавалера? Да нет, кто-то оказался женатиком. Похлеще Эдик. Предложил встречать рассвет в его загородном доме, пока жена, идите отдыхает в Греции. Тогда кто-то счастливчик, Виктор. Новый кондитер. Этот фирменный хам. У тебя минутка есть? Пойдем. Садись. Смотри. Красивый, спортивный, выиграл кондитерские турниры, регаты. Ой, не мужчина, а мечта. Лен, если честно, он произвел на меня не самое лучшее впечатление. Вот это его кондитерский блог. У него еще блог есть. Ну, что-то он перестал его вести год назад. Да, последняя публикация 9 октября. Надя, ты должна помочь мне его завоевать. Я? Да. Начни с ним переписку от моего лица. Нет. Ну, прошу тебя, все видят во мне девушку на одну ночь. А я хочу серьезных отношений. Семью, детей. Лен. Ну, прошу тебя, он должен увидеть во мне не только эффектную внешность и длинные ноги. А вы с ним оба кондитера, найдете общий язык, да? Ну, я прошу тебя, ради меня, Надюш. Ну, хорошо, ладно. Ладно. Спасибо. Ну, ну, вердикт я ему вынесу завтра. Договорились. Пароли от странички скинул. Все, побежала. 9 октября. Вот колечко и пропало. Ребята, я здесь новенькая. Не подскажите рецепт шоколадной глазури. Кто пустил сюда дилетантку, куда смотрят администраторы? Дамочка, вам нужно в группу домохозяйки без веника, там все подскажут. Сработало. Можно забирать? Да, да. Вот с этим только осторожнее, пожалуйста. Вы не переживайте, не первый день торта разбору. Справлюсь. Смотрите. Лена, не обращайте внимания на этих стервятников. Отправляю вам рецепт шоколадной глазури. Будут вопросы, обращайтесь. Спасибо, Виктор. Как приятно, что в этой группе есть настоящий мужчина. Я вам так признательна. Вы за меня заступились. Сейчас это редкость. Не расстраивайтесь. Кондитеры, нарциссы от природы. Хотели утвердиться за ваш счет. А вы им не позволили. Я это ценю. Я польщен. А какая температура гарантирует оптимальную текучесть шоколадной глазури? Новички не задают таких вопросов. Кто вы? Вы меня рассекретили. Я ваша тайная поклонница. Тайная поклонница? Да, люблю ваш блог. А сегодня зашла за десертами в кондитерский магазинчик и увидела вас. Но не осмелилась подойти. Почему? Не хотела вам мешать. За вашей улыбкой скрывалась грусть. Переезд в новый город всегда расставание с прошлым. Или побег. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА Так, желатинчик. Желатинчик, не бойся. Оп. Домой. Молодец. Вы не угадали. Я люблю открывать новые города, поэтому я здесь. И как вам наш город? Не скучаете по океану? Город прекрасен. Но я еще не успел с ним познакомиться. А океан в сердце. С ним невозможно расстаться. Это вдохновляет вас на ваши шедевры? Это капитан Грей. В детстве я мечтала, как ко мне приплывет Грей под алыми парусами. Только когда Грей находит свою Ассоль, она разбивает ему сердце. Я сделал своей бывшей жене предложение на яхте под алыми парусами. Может, это была не ваша Ассоль? И сказка еще возможна? У сказок печальный конец. Просто авторы нам его не раскрывают. Говорите, что за вашей улыбкой не скрывалась грусть. Вы проницательны. Наш город полон сюрпризов. Могу провести для вас экскурсию. Завтра в семь вечера я буду у фонтана желаний. Вам понравится это место. Почему? Там французский кондитер Артур Перей придумал свой знаменитый десерт. Шоколадный фонтан. Я приду. Буду ждать. Привет. Привет. У меня для тебя новость. У меня для тебя тоже. И я бы хотела с Виктором. Ты нашла с Виктором. Что? Он ушел от жены. Сегодня мы улетаем на Бали. Лен, он же снова тебя предаст. Надь, отмени встречу с Виктором и скрой мой профиль. Эдик боится, что его жена испортит нам отдых. Я поверить не могу, что ты опять на это купишься. Да я просто хочу быть счастливой. Люди не меняются. Надь, я все решила. Не злись. Простите, но я не смогу провести экскурсию по городу. Что-то случилось? Еду к океану. Вернусь через две недели. С вас экскурсия по городу? Вера, Вера, подожди. Что случилось? Брат в школе подрался. А этот французский гений не пускает меня к нему. Почему не пускает? Потому что в его представлении я верти хвостка и буду бегать с мужиками. Это никуда не годится. Так. Это тоже. Ты что делаешь? Я работаю. Работаешь? Да ты превратила жизнь девочек в ад. Мастерство достигается не нытьем, а трудом. Ты почему Верочку обижаешь? Твоя Верочка отлынивает от работы. В моей команде я бездельников не потерплю. Либо работаешь, либо увольняешься. Кстати, что ты здесь делаешь? Тебе заняться нечем. Мы сами разберемся. Девочки не должны расплачиваться за твою неудавшуюся жизнь. Что ты знаешь про мою жизнь? Я видела фото. Год назад у тебя было кольцо на пальце, а сейчас нет. Уже и в соцсетях до меня добралась. Не лезь не в свое дело. Я понимаю, тебе больно, но Верочка тут при чем? Твоя Верочка? Что? На сегодня, может быть, свободна. Верочка, подожди, пожалуйста. Чего тебе? Я спросить хотел. Ну? Я сегодня к вам в цех заходил, ключи потерял. Так к нам сегодня в цех не заходил. Да, не заходил. Ты не против? Пожалуйста. Извини. Развод – это больно. Но я готова доказать тебе, что никакая не афилистка. Я найду тебе девушку, которую ты полюбишь. И ты снова начнешь доверять. Можешь не тратить время, это не случится никогда. Я готова поспорить. Я найду ее. Или должность главного технолога твоя. Слишком легкая победа. К тому же на своднице. Тайные ингредиенты твоего фирменного торта. Соленая карамель. Ромовый ликер. Морковный фреш. Морковный фреш. Откуда ты знаешь? А это уже мой секрет. Стать главным технологом тебе будет непросто. Так что пари будет честным. Хочешь пари? Тогда повышаем ставки. Как? Когда я выиграю, я становлюсь главным технологом. А ты навсегда прекращаешь сводить людей и лезть в чужую жизнь. Я согласна. Я согласна. Так, профиль твой мы почти заполнили. Остались некоторые детали. Спасибо большое. Пожалуйста. Самое яркое впечатление в жизни? Рыбалка с отцом. Рыбалка? Серьезно? Почему рыбалка? Знаешь что, я уже и так достаточно рассказал. Давай заканчивайте заполнение и прекратим эту муку. Так, осталось заполнить графу о твоей идеальной спутнице. Ну, в этом вопросе ты, профи, может быть, ты мне подскажешь? Значит так, тебе нужна девушка, во-первых, с чувством юмора, во-вторых, увлеченная своим делом. Так. В-третьих, обязательно со страстью к путешествиям. Ну и самое главное, она должна быть верной. Я угадала? Где же я такую найду? Я буду присылать тебе анкеты. А можно я не стану их читать? Я положусь на твой вкус. Так, мне уже 35, и мне нужен ребенок. Ищу донора для срока одного отцовства. Для этого твои данные меня полностью удовлетворяют оплаты наличными. Доброй ночи, мой капитан. Сама судьба свела нас в этом океане бушующих страстей. К чему приведет наша встреча? К новому путешествию или кораблекрушению? Маша. Да. Завтра у тебя первое свидание. Ее зовут Маша. Она фотограф, экстремал, любит путешествовать и у вас много общего. С бывшей женой мне тоже было много общего, только наш брак это не спасло. Послушай, нужно смотреть в будущее, а не прошлое, правильно? Маша пригласила тебя завтра на регату. Встречаемся завтра уехать клуба в девять утра. Так, так ты тоже там будешь? Ну, конечно. Должна же проследить, чтобы у вас все сложилось. Прекрасно. Ты наконец-то поймешь, что торты ты печешь гораздо лучше, чем разбираешься в отношениях. Пока. Это мы еще посмотрим. Вот она сидит. Привет. Привет. Это Надя, моя коллега. Это Маша. Знакомьтесь. Очень приятно. Взаимно. Команда уже собралась. Дима, Олеся. Вам тоже нужно зарегистрироваться. Я все заполню. Присаживайся. Когда выиграем регату, где будем праздновать? В ресторане Оливьере. О, любишь где подороже? Скорее хорошую кухню. Там прекрасный шипковар. Твой мужчина сколько должен зарабатывать? Ну, я просто пытаюсь понять, потяну ли я тебе финансы. Для меня деньги в отношениях не главное. Я и сама прекрасно зарабатываю. Карьеристка. Почему сразу карьеристка? Работаю, но мечтаю о семье. То есть ради семьи ты готова бросить работу? Да. А фотографировать я всегда смогу. Ну, это понятно. Сидеть на шее у мужа – это вообще очень удобно. Я на секундочку. Если что, я на том же самом месте. У нас будет рокировка. Пожалуйста. Ты что ей сказал? Ну, а что, вроде нормально общались? Мы теперь в разных командах. Да ты что? Ничего. Мы и сами нормально поплаваем. Пойдем на инструктаж. Пойдем, пойдем. Зачем ты ее оттолкнул? А разве суть не в том, что девушки должны пробить мою колоссию? Надо просто быть собой. И все. Быть собой? Это тебя на онлайн-марафоне «Как охомутать миллионера» научили? Или какие ты там женские курсы посещаешь? Ничего не посещаю. Тогда откуда такие познания? Богатая личная жизнь? А-а-а! Эй! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Держи. Спасибо. Ты в порядке? Да. Спасибо, что вытащил меня. Ты меня так больше не пугай, ладно? Да. Моя бабушка была свахой. Именно поэтому я столько знаю о людях. Иногда она говорила, что люди не могут развидеть друг друга. И порой от этого обжигаются. Если ты такая проницательная, почему ты сама не замужем? Мама, спасибо тебе большое. Ну, прям платье моей мечты. Это мой тебе свадебный подарок. Посмотри, какая ты в нем красавица. Мама. Спасибо. Сейчас. Да, алло. Надя звонил друг инструктора. Андрей. Случилось. Случилось несчастье. Надя? Надюша! Так почему ты сама не замужем? Все понятно. Сапожник без сапог. Может, мы твою бабушку тоже к моей истории подключим? Все-таки две свахи лучше, чем одна. Моя бабушка умерла. На этом моя регата закончилась. Прости. Тебя подвезти? Не надо, возьму такси. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты очень красивая. Спасибо. А это тебе. Спасибо. Мои любимые. Как ты узнал? У нас есть общая знакомая. Надя. Да. Присаживайся. Спасибо. Как твои детишки в музыкальной школе? Вася, выучил доминор? Ты запомнил? Ну, конечно. Ты столько о нем рассказывала. Ему очень повезло с учительницей. А вот у меня был далеко не такой милый педагог. Добрый вечер. Ага. Вот знаешь, на кого ты меня променяла. Егор, тебя никто не приглашал. Уйди, пожалуйста. Лучше никого найти не смогла. Молодой человек. Вас попросили уйти. Угу. Вообще, Кристина, я за тебя рад. Честно. У тебя богатый папа. Директор агрохолдинга. Отмоет парня, приоденет, не пожалеет денег на новую игрушку для своей дочери. Егор, прекрати. Ладно, ладно. Ужинайте. Кстати, в постели на полную ноль. Ну, давай. Будь мужиком. Не мои методы. А... Можно вас, пожалуйста? Лед принесите. Одну минуту. Очень больно. Нормально. Играть сможешь? Да все в порядке, слушай. Я простой музыкант. Мы с тобой из разных миров. Ты так легко откажешься от меня? Борис Семенович, это Егор. Выслушайте меня, пожалуйста, не вешайте трубку. Новый ухажер вашей дочери – аферист. Меня подстали, чтобы подобраться к Кристине. Лена, я не могу забыть нашу переписку. Возможно, мне просто нужен друг. Сам себя не понимаю. Сегодня я обидел хорошего человека. Она милая, наивная, но совершенно не знает жизни. Вы были правы с самого начала. Я сбежал в этот город от своего прошлого. Вас когда-нибудь предавали?